МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. С вами Единара Саду. Здравствуйте. США совместно с Францией и Великобританией провели силовую операцию против Сирии. Кроме Дамаска под удар также попал Холмс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку ударам США, Великобритании и Франции по Сирии. В свою очередь, МИД Иран заявил, что удар США и их союзников является открытым нарушением международных норм и права. Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов отметил, что действия США и их союзников не останутся без последствий. По официальной информации, Белый дом пошел на такой шаг в ответ на применение химоружия в Думе. Страны Запада считают, что отравляющие вещества использовали власти Сирии, однако Дамаск все обвинения в свой адрес отрицает. Минобороны Франции опубликовало видео обстрела Сирии. Соответствующий ролик министр вооруженных сил Республики Флоранс Парли выложила в своем твиттер. Подпись к видео гласит запуск крылатой ракеты с одного из наших многоцелевых фрегатов, минувшей ночью в Средиземном море. Цель – завод по производству химического оружия, подконтрольный сирийским властям. Между тем, сами жители Франции, похоже, удар по Сирии не поддерживают. В комментариях под видео французы осуждают действия власти, напоминая, что атака совершена без согласия Совета безопасности ООН. Россия созывает экстренное заседание Совбезоона. Сайт Кремля опубликовал специальное заявление президента России Владимира Путина в связи с ударами США и их союзников по Сирии. Российский лидер заявляет, что произошла агрессия против суверенного государства. Президент Российской Федерации подчеркнул, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Российский лидер также отметил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии. Сейчас на площади в Дамаске проходит стихийная акция протеста. Жители сирийской столицы размахивают национальными флагами, кричат нас не запугать и выражают поддержку президенту Башару Асаду. При этом, несмотря на атаку, многие сирийцы радуются тому, что ракетный обстрел оказался не таким мощным, как ранее обещали Соединенные Штаты. А данные Минобороны России говорят о том, что по территории Сирии было выпущено более ста крылатых ракет и ракет класса воздух-земля. Правительственный квартал Дамаска, президентский дворец и аэропорт в результате силовой операции коалиции не пострадали. Администрация президента Сирии в своем твиттере опубликовала короткое видео. На 8-секундном ролике видно, как Абашар Асад заходит в президентский дворец и идет по коридорам. Под видео короткий комментарий администрации Асада. Утро стойкости. Ракетный удар по Сирии. Международная коалиция США, Британии и Франции не привел к человеческим жертвам, говорится в специальном заявлении командования сирийской армии. На данный момент известно о как минимум трех пострадавших. А во время ракетного удара армия соседнего Сирии и Израиля была переведена в повышенную боевую готовность. Наш собственный корреспондент в Израиле Сергей Услендер следит за ситуацией. Израиль утверждает, что удары, нанесенные по Сирии, являются следствием нарушения Дамасском красных линий, ранее обозначенных президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом сейчас пишут все местные СМИ со ссылкой на анонимные дипломатические источники. Официальные представители МИДа от комментариев пока отказываются. Сам Израиль в этой атаке не участвовал. Здесь сосредоточились на охране своих рубежей. ВВС Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности. На данную минуту обстановка на израильско-сирийской границе достаточно спокойная. Как сообщалось ранее, бомбардировка началась в 4 часа. Американские корабли выпустили по целям в Сирии ракеты «Тамагавк». Чуть позже к атаке подключились истребители ВВС Великобритании. Они атаковали с Кипра. Официальные представители Белого дома и Пентагона говорят о том, что атака была направлена исключительно против объектов, против сирийских объектов, связанных с химическим оружием. Очевидно, что режим Асада не внял предупреждениям, полученным в прошлом году. На этот раз наши союзники и мы стали сильнее. Вместе мы направили четкое сообщение Асаду о том, что он не должен совершать еще одно нападение с химическим оружием, за которое они будут привлечены к ответственности. Сирийцы утверждают, что удары своей цели не достигли. Большая часть ракет была перехвачена и сбита. Причем исключительно силами сирийской ПВО российские военные в отражении этой атаки не участвовали. В Белом доме подчеркивают, что удар был одноразовый. Но если атаки с применением химического оружия продолжатся, то сразу же последуют ответные меры. Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии. Официальную позицию страны озвучил премьер-министр Павло Джентилоне. Но Рим готов оказать союзникам Североатлантического альянса логистическую поддержку, как того требует договоренности. Кроме того, глава уходящего кабинета министра выразила желание найти мирное решение сирийскому кризису. Мы должны сказать очень четко следующее. С использованием химического оружия, режимом Асада, и это не первый случай, нельзя мириться. Кадры с изображением отравленных детей не могут оставить нас равнодушными. И в то же время мы должны сказать, что мы, итальянцы, всегда говорили, если мы хотим стабильного и долгосрочного решения сирийского кризиса, кроме того, чтобы реагировать на преступления, мы должны прежде всего работать на мир. Теперь к новостям в стране. Накануне ночью на въезде в город Кокшетау произошло возгорание пассажирского автобуса. Транспорт принадлежал одной из частных производственных компаний. В салоне находились 25 пассажиров и водитель. Сотрудниками батальона ДПП были приняты меры по эвакуации пассажиров и оповещены спасательные службы. По предварительным данным, причиной воспламенения стало замыкание электропроводки. Представители компании «Кокщая цемент», чьи рабочие находились в автобусе, комментировать произошедшее отказались. «Были эвакуированы 25 пассажиров из горевшего автобуса. Автобус принадлежит АО «Кокшетау цемент». 25 пассажиров являются работниками данного АО. Возвращались в поселок Заозерный района Биржансал с вахты домой. Автобус горел полностью. Сотрудниками БДП были вызваны спасательные службы, в течение чего пожар был локализован. Эвакуация пассажиров началась при воспламенении автобуса. Пострадавших среди пассажиров и водителей нет. Аксусский завод ферросплава выплавил 35-миллионную тонну продукции. Металлурги выдали ее в год празднования 50-летия завода. Металлургический гигант производит хромистые, кремистые и марганцевые сплавы. Продукция востребована в Японии, Корее, Китае, странах Европы и США. На долю предприятия приходится 60% ферросплавов, производимых в Казахстане. Сегодня завод имеет возможность упускать более миллиона тонн сплава в год. Чтобы получить эти объемы, предприятию потребовалось почти 6 лет. Выплавить юбилейную тонну удалось бригаде 21-й печи 2-го плавильного цеха. Уже в ближайшее время ее отправят зарубежным потребителям. Это рынок по всему миру, начиная с Китая, заканчивая Европой, Америкой. Инвестиционная политика нашего предприятия позволяет нашему предприятию модернизироваться и сохранять лидерство на мировом рынке производства херросплавов. 72 миллиона тенге поступило в бюджет Уральска от продажи земельных участков коммерческого назначения. Начиная с прошлого года в городском Акимате провели три аукциона. На продажу было выставлено 17 свободных земельных участков. К слову, землю предпринимателям дают в аренду на три года. Если в течение этого времени участки не будут использованы по назначению, то они возвращаются в государственную собственность. В конце апреля состоится очередной аукцион. До конца года планируется выставить на продажу еще около 70 земельных участков. У нас по городу Уральска существует 13 коммунальных служб. Мы изначально направляем всю информацию в коммунальные службы, согласовываем с ними, возможно, под каким-нибудь земельным участком проходят сети. По изготовлению землестроительного проекта через Гипрозем заказываем кадастровоценочную стоимость. Мы принимаем постановление Акимата и данные земельные участки оставляем на аукцион. И вновь к новостям в мире. Москва и Каир возобновили прямые авиарейсы после двухлетнего перерыва. Особенно это Маурада и египетская сторона, поскольку уход российских путешественников негативно сказался на туристической отрасли страны Пирамид. После закрытия воздушного пространства Египет потерял около 7 миллиардов долларов. Пока авиарейсы регулярны и только между Москвой и Каиром. Вопрос о возобновлении чартеров Фургаду и Шарм-эш-Шейх только начнут обсуждать. Я думаю, что приблизительно мы ориентируемся на то, что Египет, возможно, будет открыт к концу года. Но опять-таки все сроки сдвигаются, и это пока только в теории. Напомню, полеты между Египтом и Россией прекратились после крушения самолета над Синаем в ноябре 2015 года. Тогда погибли 224 человека. Причиной катастрофы назвали теракт. Немецкий BMW открыл научно-технический центр по разработке машин без водителей. Пока там испытываются прототипы. Начать серийный выпуск и продажу беспилотных авто концерн планирует уже через три года. На небольшом испытательном треке представители немецкого производителя продемонстрировали журналистам автономный прототип на базе BMW 7 серии. Беспилотный автомобиль можно будет вызвать в назначенное место с помощью мобильного приложения. При этом двигатель заработает только тогда, когда пассажир пристегнет ремень безопасности. Испытания проводятся кроме Германии в США, Китае и Израиле. Такой автомобиль сможет справляться со всеми дорожными ситуациями, с которыми сейчас сталкивается любой водитель. В реальности люди сами, пожалуй, будут управлять машиной на автострадах и в городах. Но задача создать транспортные средства, способные самостоятельно маневрировать в любой дорожной обстановке. К другим темам. Акмолинские отличники учебы побывали на экскурсии в Республиканском центре космической связи. Необычное путешествие приоткрыло для них фантастический мир науки и техники. Многие из них планируют продолжить свое обучение по техническому направлению. Напомню, первый казахстанский наземный комплекс управления космическими аппаратами и системы мониторинга связи создали в городе Ак-Коль в декабре 2005 года. Все системы наземного комплекса полностью автономны и независимы. Данная тематика, посвященная сегодняшнему дню, для меня была очень близка, потому что в будущем я хочу стать пилотом. И сегодняшняя лекция мне очень сильно понравилась. Даже обучил правильно использовать некоторые термины в сфере космонавтики и астрономии. Я благодарен сегодняшнему дню и, надеюсь, другие ученики тоже смотивированы поступать на технические специальности. У нас проходит конкурс «Хары Шалима». В нем участвуют одаренные дети из Хокшитау, Астаны, Степногорска. Нужно развивать космическую отрасль, робототехнику, IT-технологии. Поэтому важно уделять большое внимание на естествознание и техническую ориентированность школьников. Члены экспедиции по следам предков посетили столицу Южной Кореи – Сеул. Там исследователи нашли несколько интересных фактов о Монгольской империи. Ученые посетили исторические места и познакомились с культурой Сеула. Что же интересного им удалось узнать в следующем материале. В средние века между армиями Монгольской империи и Корейского государства произошло шесть крупных сражений. Но войска Кореи не могли справиться с сильной и могущественной монгольской армией. Однако, как рассказывают ученые, до этого периода правители корейских земель имели тесную связь с Великой Степью. Их народ был в очень хороших взаимоотношениях с нашими предками. Им помогали первый и второй тюркские каганаты. Сейчас мы находимся в 40 километрах от Сеула. Это место, когда корейцы дали первый отпор монголам в 1231 году. В древности корейцы жили от Черного моря до Дальнего Востока. Тогда их культура была близка к гунам и тюркам. Поэтому, по мнению ученых, корейский народ заимствовал у монголов некоторые их качества. Эти данные подтверждаются и археологическими исследованиями. Кроме того, ученые считают, что созвучны и названия памятников истории. Производство золота, изготовление конных упряжек и так далее. Все это похоже на вещи, которые были найдены в курганах сакской эпохи на территории Казахстана. В прошлом году эту схожесть доказали ученые Корейского университета Кенхи. Также члены экспедиции по следам предков посетили королевский дворец Кёбу-кун, который считается одной из главных достопримечательностей Сеула. Казахстанские исследователи прибыли в Южную Корею на 10-й день экспедиции. Теперь они планируют отправиться в Китай. Майра Джейнгулова, Саят Жукенов, Куаныш Кожабеков, Арманда Нышпаев, Хабар-24. И на этом пока все. До встречи. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ